приветствую вас мои хорошие на канале в гостях у заводчика корги сегодня мы сделаем расклад для моего родного города для днепра а то всем делаю днепр обиженный так днепр днепр достается давайте посмотрим какие перспективы на ближайшее время чего ждать днепр полетели шут 7 жезлов луна солнце 9 кубков башни 9 мечей две карты стала смотрите сила и туз кубка вместе так и быть будем читать вместе тройка кубков подшельник и дьявол дьявол конце колоды иерофант такое себе так мои хорошие ну что как всегда есть новости хорошие есть новости не очень начнем с не очень чтобы закончить хорошим из не очень и не очень к сожалению финальными картами у нас иерофант под дьяволом теперь я могу обратиться и к какой-то администрации в днепре где некий иерофант находится в определенной зависимой в зависимом положении и есть что-то тут что-то тут с иерофантом нечисто да иерофант это что-то в управлении города либо в священники городские церковь иерофант под дьяволом давайте попробуем раскрыть что это в какую сторону где тут днепре у нас дьявол кто ты 10 мечей это не просто дьявол это чел это не некая или чекали структура которые разрушают город по десятке мечей то есть весьма опасный дьявол вот это иерофант да весьма опасный кто же он при пентаклях человек или организация при пентаклях финансово очень крепко который как будто бы затих видите как бы упал на дно да и не производит ярких телодвижений да как будто бы человек скрывается пытается либо организация как будто бы их нет но вот сейчас смотрите все равно это можно и к церкви пока при очень много это прямо в днепре очень много нерешенных вопросов с московским патриархатом очень много это может быть об этом вы знаете может быть потому что смотрите туда люди несут деньги люди несут деньги император ну все то же самое либо это глава церкви либо это все равно ну тут все равно как не понимаете все равно это власть некая некая власть города пожрицы тайна когда не так никогда не скажешь скрытая люди или структура при власти финансовая пентакливая которые видите делают вид что как бы как будто бы их и нет все тихо затихли да затихли легли на дно вот этот иерофант по дьяволу в днепре да вот он это очень скрытый враг да который скрывается может даже сейчас он делает вид что да жук издох но поверьте этот при власти при управлении человек либо структура этот иерофант он весьма опасен для города он несет в себе большую угрозу икс в днепре это все остается но здесь я могу все равно не могу точно сказать потому что падает по большому счету все это можно привязать и к церкви и к администрации какому-то управлению в городе туда и туда император иерофант деньги ну даже ну это явно опять понимаете управление это все равно управление это процветка эмоции эмоции возможно это процерк возможно это процерк потому что эмоции это на эмоциональном каком-то уровне подвешено эмм возможно это процерковь которая в днепре все еще нерешенный вопрос эмм потому что чистят где угодно а в днепре мне кажется все вообще тишь да гладь, и вообще вопрос нерешённый, и вот, похоже, нужно решать потому что, видите, подвешенный вопрос и это нужно решать если кто-то упал на дно и делает вид, что нет проблемы, она есть проблема остаётся в Днепре похоже, церкви я тут 100% не скажу, да, Иерафан подъявил к сожалению что же мы имеем, да, имеем в Днепре, кроме этого, ну что сказать луна у нас остаётся луна у нас остаётся опасности, страхи, которые так или иначе приводят к разрушению да, возможно, это шахеды, летят шахеды, дроны, да, которые приводят к разрушению, конечно, город в страхе, нагоняют страх тут даже больше страха, видите, чем фактически каких-то ударов, ну, в общем, город конечно, загоняют в какое-то такое вот настроение паническое я вам скажу напрасно ну, то есть, конечно, нужно себя беречь и остерегаться, но мы не видим здесь десятки мечей десятка мечей, она, видите, больше по скрытому Иерафанту, то есть по скрытому какому-то предателю, да по влиятельному какому-то Иерафанту, который держит за пазухой 10 мечей а здесь же Сима а здесь же мы имеем разрушение, да, и большие такие панические какие-то атаки у города потому что, ну, луна смутные времена и, видимо, эта ситуация, она еще будет продолжаться так из хорошего как бы там ни было, да, но город в состоянии бороться с теми проблемами, которые наваливаются где-то даже город увезет по шуту, да, и он может обходить какие-то страшные ситуации, но проблем, конечно, много другой вопрос, что все равно город над ними, да то есть это одния парни тот город который можно просто так покорить или уничтожить нет, город с этим справляется хотя проблем немало ну, знаете, по шуту ну, что, ближайшее время очень сильные эмоциональные какие-то будут праздники ну, возможно, это связано тоже с церковными, пасхальными праздниками, да но мы видим большие эмоции яркие эмоции праздники знаете, все равно вот город, он какой-то сильный вот все равно, смотрите, видите он какой-то уверенный в себе и он по солнцу несмотря на все проблемы он все равно по солнцу да, тут весна пришла ой, мои хорошие я вас не убила телефон упал прям так, бух видите весна как-то пришла, да и вот это, видимо, помогает да, как все равно город расцветает то есть это позиция 9 кубков позиция города 9 кубков это весьма самоуверенная позиция так, что у нас тут еще тут сила по воде о чем это сейчас что-то у нас сейчас сила по воде о чем это и сила по воде Так, давайте посмотрим, что мы можем сделать. Мы можем посмотреть наступление на Днепр, чего все боятся, наступление, захват Днепра, вот эти все темы. С начала войны постоянно прогоняли тему Днепр разделят по реке, по берегам, что значит, как там левый берег захватят, а там правый останется или наоборот, уже не знаю, наверное, левый захватят. И я вам скажу, эта тема, она продвигалась так конкретно, у торологов и где хочешь, это все звучало и просто меня доставало, меня так злилось. Я вам скажу, никакого раздела города не будет. Нет, не будет. Говорю вам это два года и не устаю повторять. Не будет никакого раздела города. Днепр, Днепр, опасности, атаки, военное положение, атаки. Ну вот оно летит, оно-то летит, понимаете, оно летит. Летит оно по причине, понимаете, то, что сдают объекты, это тоже те же ждуны какие-то, предатели. Но тут нужно интенсивнее работать, СБО отлавливать, прямо, потому что есть они в Днепре, правильно мы говорим, во всех городах есть, и в Днепре тоже много. Но здесь немножко другая позиция. В Днепре мне здесь кажется, знаете, в Днепре нужно по иерофандам, по храмам хорошенько протрусить, потому что вопрос в Днепре этот не проработан. Тут минуту. Так приятно, женщина позвонила, месяц назад она обращалась на консультацию по здоровью, у нее вопрос с операцией стоял, она не решалась. А сейчас позвонила просто поблагодарить, что успешно прошла операция, даже две одновременно ей сделали. Оказалось, что очень важно было сделать эту операцию, вот она уже дома выздоравливает, просто позвонила поблагодарить. И вам спасибо, вам спасибо за обратную связь. Итак, к чему мы будем возвращаться? Возвращаться будем к тому, что, к сожалению, в Днепре такие же эти предатели ждуны по обману, по обману, по коварности оно летит. Есть, конечно, смотрите, оборона, защита, но видите, она маленькая есть в момент дырявости. Знаете, работает раз через раз, ну, к сожалению, да, тут, то есть, я бы сказала, здесь ПВО усилить по Днепру важно, потому что вот так это не четкая работа, даже если просто была карта, было бы лучше, да, чем вот раз через раз получается. То есть, все-таки ПВО слабовато, и это, видимо, есть у врага понимание этого, да, где слабые точки, поэтому летит. Вот, летит, и что в ожидании мы ждем относительно этой ситуации, в ожидании. Ну, с этим, конечно, будут работать, будут этот вопрос решать. Ну, то, что я говорю, что город готов решать те вызовы, которые перед ним встают, да, вот вызовы, вот эти вызовы, семерка, да, вот они. Город готов их решать и готов работать над ними. То есть, в принципе, нет тут такой опасности даже и рядом, даже и рядом, чтобы что-то тут можно было захватить, как Днепр, понимаете, или атаковать. Днепр, посмотрите, он под императором. Это закон и порядок. Днепр крепко держится за свои пентакли, за свое имущество. Это карта стабильности, стабильности закона. Понимаете, очень самоуверенная позиция, еще раз говорю. Не берите дурную в голову, пожалуйста, не берите дурную в голову. Не позволяйте себя вот водить вот эту девятку мечей разными и псо. Ну, вот не надо этого делать, просто отмахивайтесь и людям, которые вам это несут, также сразу, знаете, дулю им, потому что все будет в Днепром хорошо. Да, здесь есть на сегодня проблемка с защитой, но она будет решаться, она будет решаться. Что от меня лично я бы посоветовала, все-таки обратить внимание на иерофантов. Я думаю, этот вопрос нерешенный остался. Если вы ходите в церковь, обращайте внимание, что идет, что говорят священники, что говорят во время службы, после службы. Очень часто люди остаются после службы поговорить с батюшкой. О чем говорят, чем дышат батюшки, потому что это тоже элемент пропаганды. Я так вижу, что в Днепре это проблема осталась с этими иерофантов под дьяволом. Ну, слушайте, ну что это такое? Вот, смотри, говорю, проблема осталась, видите, вот подвешенного достаю. Нерешенный, если по Украине он еще как-то этот вопрос решается, то в Днепре как-то очень все ровно, тишь, понимаете, догладь, да благодать. Вот по четверке мечей, как будто бы ничего нет этой проблемы, но она есть. Эта проблема есть. Тайна, понимаете, подшельнику припрятались, просто припрятались и помалкивают. Им просто сейчас руки подсвязали, но никуда не делись, они никуда не делись. И на это нужно обращать внимание. Ну, что, я что могу, только сказать, сказать, что вижу. Ну, давайте напрямую еще спросим, ну, просто уже, чтобы четко люди понимали, да или нет. Захват, оккупация города Днепр. Возможно ли оккупация города Днепр? Оккупация города Днепр. Возможно ли? Карты говорят, смеешься, что ли? Шутишь, да? Шутишь, да? Девушка, опомнись, опомнись. Это, ну, это дурная шутка. И вот вам ответ еще, пожалуйста. Это невозможно. Это нет, это невозможно. Они это не могут сделать. Нет. Ну, все. Закройте тему. Невозможно, еще раз говорю. Это невозможно. Разбитое сердце невозможно. Окупация невозможна. И мало того, это вообще по шуту дурная шутка. Поэтому воспринимайте, пожалуйста, ситуацию здраво. К сожалению, оборона сейчас, защита, немножко провисла, судя по всему. С этим будут работать. Но это приведет к определенным башням. Поэтому нужно быть осторожными. И надеяться еще и на себя. Кроме как на ПВО. И постерегитесь. Сейчас, смотрите, могут быть какие-то теракты. Постерегитесь в торговые центры, кинотеатры. Отложите это все, эту тему. Дома взяли он гренок нажарили или попкорн. И дома перед телевизором устроите себе кинозал. Катрусин. Вот просто поберегите себя. Потому что все возможно. Башни вот эти вот, видите, присутствуют. Тут присутствует предательство. Плюс ПВО не провисло. Вот вам и проблемы. Но город абсолютно адекватно справляется. Все нормально. Никакой оккупации быть не может. Просто априори по шуту. Понимаете, Катаря, ты что вообще помни, женщина? Что ты тут придумала? Не может быть. Башни, ну, разрушение, да, какая-то степень. Но тоже мы не видим, что в десятке мечей прям. Тут больше девять мечей. Больше нагоняет панику. Поэтому город работает. Город сильный. А если мы еще избавимся от этих дьяволов и эрафантов, то я вам скажу, город еще и окрепнет психологическое, скажем, такое, да, точки зрения. Так что все будет хорошо с Днепром. Убирайте истерику и панику из своей жизни. Ну, это не значит, что не нужно беречься. Нужно, но я не вижу какой-то жести или безнадеги. Это проблемы, которых немало, но город может с ними бороться. Единственное, что сейчас, видите, защита на одну вторую. Вот это нюанс. И, ну, его нужно прорабатывать. Я так понимаю, ну, что-то там, какую-то защиту Днепра, да, пробили. Стало хуже сейчас. Но это нужно решать этот вопрос. Но я думаю, он будет решаться, потому что у нас падает работа, да, по этому нюансу. Есть работа. То есть я думаю, это будет исправляться. Так что все наладится. Все наладится. Берегите себя, мои хорошие. Днепром все будет хорошо. Точно-точно. Люблю, целую. Спасибо.